День добрый, уважаемые слушатели. Продолжаем тему учет денежных средств и их эквивалентов. Рассматривать будем вопросы учет наличности в кассе, то есть первичные документы и следующий вопрос это учетные регистры. Для выдачи заработной платы, осуществления хозяйственных, командировочных и других расходов организация, конечно же, должна иметь наличные деньги. Наличные деньги хранятся в кассе предприятия. Помещение кассы должно быть изолировано и оборудовано в соответствии с требованиями Национального банка о технической укрепленности кассы и оснащению средствами охранно-пожарной сигнализации. Руководство предприятия должно обеспечить сохранность денег в кассе при сдаче в банк и получении наличных из банка. В кассе запрещается хранить деньги и другие ценности, не принадлежащие предприятию. Учетная политика должна содержать раздел, посвященный правилам ведения кассовых операций. Введение кассовых операций осуществляет кассир, который является материально ответственным лицом. При приеме на работу кассира знакомят с порядком ведения кассовых операций, после чего с ним заключают договор о полной материальной ответственности. Поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером, который состоит из самого ордера и квитанции. Квитанция выдается на руки, лицу, который внес деньги в кассу. И также приходный кассовый ордер подписывает главный бухгалтер и кассир. Выдача из кассы наличных денег оформляется расходным кассовым ордером, который подписывает руководитель, главный бухгалтер и сам кассир. Выдача заработной платы производится по платежным ведомостям, подписанным руководителем и главным бухгалтером. На общую сумму выплаты по ведомостям оформляется расходный кассовый ордер. Если в течение трех дней, не считая со дня получения денег в кассе, заработная плата не получена работниками, ведомости напротив фамилии этих работников ставят штамп депонировано. Подпись руководителя на расходном ордере не обязательно. Если к расходному кассовому ордеру прилагаются подписанные руководителем заявления на выдачу денег, счета или же другие документы. Как правильно, приходные и расходные кассовые ордера выписывает бухгалтер, а кассир проверяет и принимает их к исполнению. На основании приходных и расходных кассовых ордеров кассир заполняет журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, где им присваивают порядковый номер, и журнал ведется отдельно на приходные и отдельно на расходные кассовые документы. Учет денежных средств в кассе ведется в кассовой книге. Кассовая книга, мы с вами знаем, что открывается на один год, то есть отчетный период. Листы ее пронумеровываются, прошнуровываются и заверяются печатью предприятия с указанием количества пронумерованных листов. В кассовой книге указывается номер документа, такие реквизиты, как от кого получено, кому выдано, проставляются корреспондирующие счета и в конце дня кассир выводит остаток на конец дня. Второй экземпляр кассовой книги является отчетом кассира. Его кассир под расписку передает в бухгалтерию вместе с кассовыми ордерами и приложенными к ним документами. При небольшом объеме кассовых операций кассовые отчеты допускаются составлять один раз в 3-5 дней. В кассовой книге не допускаются неоговоренные исправления, то есть исправленные записи заверяют подписями кассира и главного бухгалтера, который обязан осуществлять контроль заведением кассовых операций. В сроке, установленной учетной политикой, проводится инвентаризация кассы. Ее проводит комиссия, назначенная руководителем предприятия и по итогам инвентаризации составляется акт инвентаризации денежных средств. Обнаруженные при инвентаризации излишки денег приходуются как безвозмездно полученные, а недостача взыскиваются с кассира. Допускается формирование кассовой книги приходных и расходных кассовых ордеров в электронном виде. Предприятия, осуществляющие расчеты наличными деньгами за товары и услуги, должны проводить эти расчеты с применением контрольно-кассовых операций, аппаратов, то есть с фискальной памятью, с обязательной выдачей чека на руки покупателю. Для учета кассовых операций предназначен счет 10-10, который называется денежные средства в кассе. И к данному счету открываются, могут к предприятию открыть субсчета. По дебету данного счета отражаются поступления денег, а по кредиту отражаются выдача денег из кассы. Сальдо дебетовое показывает остаток денег в кассе на начало месяца, и записи по кредиту, по дебету счета ведутся в ведомости номер 1, а кредитовые признаки ведутся в журнале-ордере номер 1 на основании отчетов кассира. Для каждого отчета кассира в журнале и ведомости номер 1, конечно же, отходится отдельная строка. По счету 10-10 отражаются следующие бухгалтерские операции, например, поступление денег. Если выручка от покупателей, кредитуется счет 12-10, если с расчетного счета кредитуется счет 10-30, неиспользованные остатки подотчетных сумм, возвращенные в кассу, кредитуется 12-50 счет и так далее. То есть журнал хозяйственных операций можно увидеть на данном слайде. Далее, выдача денег из кассы наличными. В данном случае кредитуется счет сам 10-10 касса, а дебетуется в корреспонденции со счетами. Если поставщики и подрядчики заработали услуги, дебетуются счет 33-10. Если в подотчетно-командировочные хозяйственные и прочие расходы или же в возмещении перерасхода подотчетных сумм, дебетуются счет 12-50. По объявлению на расчетный счет поступают деньги, то также дебетуются счет 10-30 и так далее. Все корреспондирующие счета и хозяйственные операции можно увидеть в данном журнале-ордере. Спасибо за внимание.